МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. У славу агульной перамоги, международная акция памяти подыходит до своего завершения. Жилье для шмадзетных у городским поселку Карма побудовали новый 40-квартирный дом. Гомельские переможцы. БЧ занял первое место в таблице регулярного этапа чемпионата Беларуси по мини-футболе. А зараз об этом и иншим больше подробно. Супрацовники Гомельской из Дюшар номер 4 с остановшим тестом на РНК коронавируса находятся у задовольняющем стане и протягивают лечение в медицинской установе. Как поведомляют, у областных центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводится комплекс супрацепидемичных мер, накерованы на недопущение распаусюдживания инфекции. В рамках эпидрасследования вызначены пиролик контактных особ первого и другого узровня. Проведена шпитализация контакта первого узровня. Организовано их лабораторное обследование. На угоходе у гандлевую залу антисептики и одноразовые пальчатки. Побач с касами, островки, дистанцирование для покупников. Крамы и места громадского харчевания региона протягивают уводить усю новые формы профилактики распаусюдживания коронавирусной инфекции. Наша сдымочная бригада наведала один из гомельских гипермаркетов и поназирала, что там сделано для безопасности покупников и персонала. Я штыдень тому в масках можно было сустреть не шмат гомельчан. Сегодня колька из таких людей значительно повелишилась. Видовочно растия самосвядомость. Важно оборонить не только себе, а и тех, кто побач. А кроме того, необходимо, как и в объектах, куды бадай кожному из нас все равно приходится наведываться, так само притрымливались новых правилов сегодняшней решаисности. В крамах, например. ДС-средства размещены на походу движения покупателей на всех колонах, которые постоянно контролируются наличие ДС-раствора для пользования покупателей. Также антисептики установлены во всех санитарных узлах для покупателей и для персонала, работающего в нашем торговом центре. У 11-ти годин ранецы буднего дня в гипермаркете у всего некольки десятков человек. А малюсе в масках, супрацовники так само. Уборка с выкористанием дезинфицирующих сродков проводится каждую годину. А працовываются так само тележки и кошики. Как покупники на кассе окажутся не дыхали один-одному спину, на подлозе специальные метки. Когда скоростатся лексиконом автомобилистов, то выконывается тут и боковый интервал. Кассы працуют проза дну. Вот эти полоски мы уже знаем, для того, чтобы покупатели соблюдали дистанцию, не подходили слишком близко друг к другу. Но скажите, почему у вас закрыта часть кассы? Это потому, что нет покупателей? Нет. Кассы у нас работают строго через один блок, для того, чтобы было разграничение между работой кассы. Работают через одну, через блок. И дистанционная разметка внесена также для покупателей, чтобы соблюдали дистанцию полтора метра. Через старших кассиров мы указываем нашим покупателям соблюдать дистанцию между друг другом. Уразила стойка с одноразовыми пальчатками. Когда ношение маски уже никого не издевишь, то пальчатками люди корыстаются на шмат радей. Украми вы решили сами, без парады от санстанции, поклопотиться в своих покупниках. А пошни задоволенные. И закликают у всех, крыстайтеся пальчатками. Не треба соромиться своего ожидания быть здоровым. Каждый из покупателей, придя в магазин, воспользуется такой возможностью, для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Великий сюжет об том, как больше безопасно ходить за товарами, глядите в неделю в программе «Новины тыдня». Расскажем, так само те треба дезинфицировать покупки, что зараз частей набывают гомельчане, и какие антисептики можно купить в крамах. Марина Джалая, Валерий Гапанько, теле радиокомпании «Гомель». В Комитете державного контроля с сегодняшнего дня организована гарячая линия по вопросам наявности товара в гандлевой сети и росту цен. Она будет проходить по 10-й красавиакам. Гарячая линия организована в метах обеспечения оперативного контроля за ситуацией на споживецком рынке, означается в поведомлении КДК. Скористаться такой мощностью могут жихари всех регионов республики и Минска. Утымлеку работники предприемства гандлю, означают у Комитете. Звернуться на гарячую линию можно по телефону 8 017 327 54 09 с 10 до 12 годин. У городским поселку Карма побудовали 40-кватерные дому, яким будут проживать выключено шмадзетные семьи. При этом большая частка отриманных ими кредитов будет погашена за кошмар державы. С новоселами познайомилися наши корреспонденты. 40-кватерный дом для шмадзетных побудовали на месте, якое мясцовое городжане выкористовывали як присядебные участки. Нельга сказать, что они упрыгоджвали городский поселок. Дом выглядае тут куда больше пригожа. Для города это у уголиса правда значная подея и не только по этой причине. Сгодно с дадзинами демографичного штогодника, який опубликовал Национальный статистический комитет, зараз у Кармянском районе проживаю крыху больше 13 тысяч человек. При этом тут далека не самая областных. И такая личба. Сегодня на Кармянщине зарегистровано 319 шмадзетных семьев. Некоторые из них в этом месяце стали владельниками новых кватер. У Валерии Короткевич недохоб квадратных метров возник после народжения третьего детяти. Тому на пропонову побудовать властное жилье она отказала стануча. Тем больше, что основная частка отриманного кредита будет погашена за кошмар державы. Нам предложили вот вы можете поучаствовать в строительстве. Для начала встаньте в очередь. Я собирала необходимые документы стояли в очереди около года, может быть даже меньше. Ну и потом объявили, что будет строиться дом по улице Батурова для многодетных 40-квартирной предложили поучаствовать в строительстве. Мы согласились. Будовництвом Кармянского дома для шмадзетных займался Гомельский объединенный Будовничный Трест. Под час приезда нашей сдымочной группы на объекте завершались опушные работы. У основным подобра упорядкование территории и фарбу с фасада. Сами будовники кажут, что своей работой задоволены. Во вся ляким разе имкнулись заработки якосно. Але в любом выпадку я не готовы выслухать за уваги жильцов. Коли такие все ж таки будут. На кончатковом этапе будовництва у своих квартирах побывали практически все. Некоторые по нескольки разов. Почти все жильцы приходили смотрели свои квартиры. Если были какие-то замечания, то устраняли претензии. Все выслушиваем и стараемся исправляться. Олег Сентюроу, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания Гомель Скармы. У славу огульной перемоги. Международная акция памяти подходит до своего завершения. Худка капсулы с землей со 118 районов Беларуси, собранной на местах боевых битвов, передадут в Минск для закладки укрытия храма помнекам. Там же откроется музей памяти. Наш корреспондент Ганна Корольчук отправился в столицу, чтобы доведаться, как рыхтуются святыня до Дня Перамоги. Его можно назвать одногодком белорусского суверенитета. Первый камень у подморок храма помнек у всех святых заклали еще в 1991 годе. Это зарабил патриарх московский в Сеаруси Алексий Другий подчас своего первого визиту на белорусские земли. Будовництво храма доверили архитектору Льву Пахарелову и протеирею Федору Паунаму. Отец Федор народился и вырос на Гомельщине. Потом скончил академию мастерства по специальности дизайнер. После посвящения его накировали служить в Германию. В храм помнек русской славы в Лейпциг. На початку 1991 до священника звернулся митрополит Филарет. Владыка мне сказал, да, твое послушание проходит далеко от дома, но у тебя есть образование, у тебя есть некий опыт. Параллельно возьмись за строительство одного из храмов. Не надо забывать свою малую родину. Возьмись за всех святых. Самый великий православный храм Украины открыл свои звери для верников только раз 24 годы. Он имеет незвычайную для православных храмов форму шатра. 74 метра в вишеню. Это самый высокий домик у столицы, даже высший за национальную библиотеку. Храм имеет три пределы. Гугонер Иоанна Христителя, Божия Матери и Всех Святых. Весь комплекс можно назвать шедевром сучасного православного дойлества. Иконостас храмопомника сделан из фаянсу. 10 тысяч деталей выпекали в стародавних печах в России и привозили в Минск. Мозаичное панно справа рук белорусских майстров. Расписывали храм мастаки спалиха, які натхнялися белорусскими национальными узорами. На стенах намаляваны белорусские святые и храмы. Разбураны и те, что заховалися до нашего часу. Под алтаром знаходится сакральное место – Крыпта, яка высобляет у собей весь трагизм и велич нашей истории. В 2010 году я ее открыл президент Беларуси. В Крыпте похованы останки неведомых солдат одразу трех воинов 1812 года первая и другая сусветных. Тут же земля с могилы Максима Богдановича и урна с прахом охвер концлагера Трастянец. В стенах Крыпты 504 ниши, закрытые пластинами Зониксу. Зараз заполнено только несколько десятков из них. Земля, попелы и гильзы от патронов политые кривою белорусов. В середах капсулы сконцентрационных лагеров Азарыча и Червоный Берах и спалены везки Алла Светлогорского района. У центра горит самая великая украиня незгасальная лампада, запаленная от животворного огню за Иерусалима. Наперед дни Дня Перамоги у Крыпту привязывают 118 капсул с землей, которые на протягу года собирали во всех районах Беларуси. В канун 9 мая будет закладка земель со всех захоронений советских солдат на территории Беларуси. Это порядка 8 тысяч захоронений. 118 районов участвуют в этой акции. И активисты посетили все городские могилы и взяли землю. И сформировали таким образом капсул с землей от района. И все эти капсулы будут заложены в крипте храма памятника. Плюс к этому также будет привезена земля с мест захоронений из городов Героев Советского Союза. До 75 года тут так само открыется уникальная экспозиция Музей памяти. Он смещает сотни материальных свечений героизму белорусского народа. Наши земляки удельничали в Крымской и Русско-Турецкой войнах, в Сусимской морской битве. В залах так само для острова неподей первой Сусветной и Советско-финляндской войны. Войны в Испании и Невядома Великой Айчыной войны. На протягу месяца музей будут дополнять новыми экспонатами, которые поступают из всего света. Ганна Коральчук, Яуген Макин, Котель, радиокомпания Гомель, Минска. С завтрашнего дня по 13-й Красавика в Украине пройдет онлайн-фест белорусского документального кино. За тиждень глядачи смогут, не выходя из дома, убачить 7 актуальных на сайте белорусдокст.ком. Там же можно будет проголосовать. Гомельский областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного осеродья проводит конкурс на лепшого громадского эколога. По выниках разгляду материалов 31 мая вызначить переможцев. Конкурс проводится с мытой пропаганды ведов об охове новокольного осеродья и природокористания, захование природного осеродья, повышение эффективности работы грамадских экологов. У Беларуси на гэтым тыйдне протягнется онлайн-проект «Клевые каникулы». Школьники будут отримливать новое задание. Например, им нужно будет приготовить десерт, зладить скайп-вечерину сябраме або пройти онлайн-квиз. О проведенной работе учени будут поведомлять в социальных сетках. Те, кто выкинует все доручения, ждут подарунки. Подробности шукайте на сайте БРСМ. И на приконце выпуска про надворье. На гэтым тыйдне будет по весновому тепло. По ветру в ближайшие дни прогреется до 14-15 градусов. Ночью температура не опустится ниже за нуль. Опадки не прогнозуются. А вось у пятницу по прогнозах синоптиков чакается похолодание. До плюс шастя и невеликий дождь. У выходные характер надворье истотно не изменится. Гэты и иншые новины, информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Раскрыто разбойное нападение на квартиру, совершенное 17 января этого года в Мозыре. Как мы сообщали в одном из своих январских выпусков, в этот день в одной из квартир Мозырской многоэтажки раздался звонок. За дверью стояли двое мужчин в масках, которые представились сотрудниками спецподразделения. Хозяйка открыла двери. Незнакомцы связали женщину и ее супруга, затем обыскали квартиру. Обнаружив довольно крупную сумму долларов США, неизвестные скрылись, забрав деньги с собой. Через некоторое время после их ухода женщина смогла самостоятельно освободиться и позвонила в милицию. К преступлению они готовились тщательно, обсудили маршруты движения, транспорт, где и на чем будут добираться, обговорили роль каждого уже на месте, пути отхода и план действий на случай, если что-то пойдет не так. При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле. В настоящий момент следователи устанавливают все детали совершенного преступления. Ряд исследований назначен Государственному Комитету Судебных Экспертиз проводятся иные мероприятия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления Уголовного Розыска задержали двух граждан, причастных к совершению разбоя. 46-летний мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. Личность второго не менее колоритна. 28-летний парень также успел побывать в местах лишения свободы за покушение на убийство. Оба жителя города Гомеля. По линии ГАИ за два дня в области выявлено 29 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в одном из них пострадал нетрезвый велосипедист. Около 10 часов вечера в субботу на улице Советской деревни Горошков местный житель на Ауди А6 совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении односельчанина 1968 года рождения. Водитель был трезв и имеет водительское удостоверение соответствующей категории. По факту ДТП проводится проверка. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы, с которыми был госпитализирован в травматологическом отделении. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами, велосипед, который он катил был обозначен световозвращающим элементом, и мужчина находился с признаками алкогольного опьянения. На пожаре в Реческом районе вчера погиб человек. В 4 утра по телефону 101 спасателям поступило сообщение о пожаре деревянного жилого дома и сарая в деревне Головки Реческого района. По прибытии первых расчетов все подворье полыхало. Огонь уничтожил кровли сарая и дома, а также имущество внутри. При проведении разборки на полу в прихожей под обломками обрушившихся строительных конструкций обнаружено обгоревшее тело хозяина дома 1953 года рождения. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара неосторожное обращение с огнем при курении. По оперативным данным областного МЧС за прошедшие сутки в области ликвидированы 18 возгораний травы и кустарника, 2 торфяных и 5 лесных пожаров. Площадь травяных пожаров составила свыше 26 гектаров. Очаги регистрировались во многих уголках региона, в том числе на окраинах областного центра. Накануне вечера многие гомельчане жаловались на едкий дым и видели яркое зарево в районе кладбища Осавцы. Сухая трава здесь горела на нескольких гектарах. Причиной возгорания, по мнению спасателей, мог стать умышленный занос малокалорийного источника зажигания или, попросту говоря, поджог, совершенный кем-то из прохожих. Возгорание ликвидировали спасатели, сейчас здесь работает техника Гурсапа, опахивая местность вдоль дороги. Из-за пожара в эти выходные пострадала не только природа, некоторые граждане лишились и своего имущества. В деревне Новая Карма Жлобинского района предположительно по причине неконтролируемого сжигания травы на корню уничтожен сарай, а в деревне Шарибовка Будокошелевского района сгорела кровля кирпичного склада 1976 года постройки. В этом случае рассматриваем версия пожара неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Вслед за вице-чемпионом чемпион Мозырьская славя победила в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Коллектив Михаила Мартиновича в Бресте был сильнее местного Динамо. Все голевые события в этом поединке пришлись на второй тайм. Гости счет открыли. Чухлей на 64-й минуте реализовал пенальти, назначенный за снос в штрафной Мельникова. На 77-й минуте Котлеров первым оказался на добивании после удара все того же Мельникова. 2-0. На 86-й минуте динамовцы отставания сократили не без помощи соперника. Тиманюк срезал мяч в собственные ворота. Итог 2-1 победа Славии. Голкипер Мозырян Михаил Барановский признан лучшим игроком третьего тура. В турнирной таблице Славия на четвертом месте лидирует энергетик БГУ. Гомельская БЧ выиграла регулярный этап чемпионата Беларуси по мини-футболу. Окончательный расклад сил в тройке сильнейших стал известен после заключительного тура. Железнодорожники в 22-м туре сделали все от них зависящее. Обыграли Борисов 900 со счетом 7-2. Далее все зависело от исхода очного поединка между двумя другими претендентами на золото регулярки МВТНом и столицей. Матч в Минске завершился с отсчетом 4-4. Команда Дмитрия Камека поднялась на первую строку. Аршанцы расположились на втором месте Минчане на третьем. Квартет лидеров замкнул Гомельский ВРЗ. Вагоностроители в заключительном туре обыграли дома Щучин 6-2. Матч между ЦКК и Дорожником не состоялся и будет сыгран позже. ЦКК на девятом месте регулярки. Впереди плей-офф. Сегодня Ассоциация мини-футбола приняла решение перенести старт нокаут-раунда на две недели с 11 на 25 апреля. 20 апреля исполком Ассоциации соберется вновь и, исходя из эпидемической ситуации, примет решение о дальнейшей судьбе чемпионата. Хоккейный клуб Гомель в числе лидеров по посещаемости в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. По статистике Белорусской Федерации хоккея домашние матчи Рысе и в Кубке президента посещали в среднем 2300 зрителей. Это второй показатель Литшанский локомотив в 2020 болельщиков. У Жлобинского металлурга шестой показатель почти полторы тысячи зрителей. Напомню, что обладателем Кубка президента стала столичная юность, обыгравшая в финале Солигорский шахтер. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.